В тиши перевала, где скалы ветрам не помеха, помеха, на склонах таких, на какие никто не проник, никто не проник. Сегодня день рождения поэта, актера и автора песен Владимира Высоцкого, кумира миллионов, знаковой личности своего времени. Гостями радиолема стали люди, которые продолжают нести его знамя с помощью музыки. Лауреаты нескольких фестивалей авторской песни, участники ансамбля «Ключ». Мы все, которые здесь собрались, участники ансамбля «Ключ», мы в этом контексте, в жанре авторской песни, практически с рождения, с молодых ногтей. И вот этой классики, этого жанра, у нас ее очень много тоже в наших умах, в наших ушах, в наших глазах. Но что именно, право не знаю, все советуют наперебой. Почитай, я сажусь и читаю, поиграй, я с кошкой играю, все равно я ужасно скучаю. Сэр, возьмите Алису с собой. Творчество Высоцкого не поддается никакой классификации, так как оно выходит за общепринятые рамки. Каждая его песня – это мир, который он подарил людям. А чему учат вас песни Высоцкого? Они настолько разные, там и доброта, и любовь, и честность. И опять же, вот как в «Горном эхо», она настолько такая, ну и она неоднозначная, там можно такие пласты поднимать в этой песне. Человек становится лучше. Песни и стихи Высоцкого затрагивали почти все стороны жизни советской эпохи. Великую Отечественную войну, быт рядового человека. Есть у него и любовная лирика, шуточные и спортивные песни, песни на политические темы. Герои его стихов и песен – подводники и альпинисты, спортсмены, солдаты, пограничники и летчики. Он пел про то, чем живет и о чем думает народ. Анна Дьякова, Денис Вадеев, Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова